Московские аналитики Центра ЦИАН на днях провели интересное исследование. Жилищные специалисты подсчитали, кто в России больше других берет ипотечные займы. Основанием стали данные Банка России. Финансисты рассчитали максимальную и минимальную ставку по кредитам и рассказали, что влияет на увеличение и снижение показателей. Оказалось, что Мордовия показала максимальное снижение на ипотечном рынке. Падение составило 11,8%. Ниже в России цифр нет. В топ-10 традиционно попали Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Тюменская область. Также в лидерах по вложению средств в собственное жилье Свердловская область, Татарстан, Башкирия, Краснодарский край, Челябинская и Новосибирская области. Эти субъекты финансисты ЦИАН называют экономически благополучными регионами с достаточно высоким уровнем доходов населения. Мордовия, судя по исследованию, к благополучным не относится. Скорее, ее рентинг стремится к минусу. Даже озвученное правительством снижение ставок по ипотеке в регионе рынок недвижимости не расшевелил, хотя, по сообщениям риэлторов, продажа вторички вернулась к докризисному уровню. После пандемии спрос предложений на квартиры опять вырос, а вот программа доступной ипотеки для жителей нашей республики спросом во время коронавирусной инфекции не пользуется. Субъекты из топ-10 в первом квартале 2020 года заключили ипотечные договоры от 39 до 18 тысяч в разных областях. Тогда как в Мордовии жители опасаются брать на себя дополнительные обязательства и с боязни потерять работу и остаться наедине с многомиллионным займом. Наталья Тюрина, Игорь Гангаев. Наши новости. Игорь Гангаев. Наши новости.